Ну, друзья, видите, да? Одесское лесовое и местливское господарство, Беляевское лесничество, рекреационный стан, предпочинку номер один. Ворота стоят, телефон, номер телефона на воротах, мест нет. В общем, очередной раз продолжаются поборы рыбаков на нашем министре. Вот он, министр сразу пишет. Видите, да? Сегодня я сюда специально приехал для того, чтобы пригласить начальника Одесского лесхоза именно сюда, чтобы он своими глазами лично увидел, не от своих подчиненных рассказов, там, сказки, вымыслы, домыслы и так далее. Чтобы он лично посмотрел, что здесь происходит на его территории, вот, и хочу узнать его комментарии по этому поводу, по поводу этих ворот и всего остального. Потому как есть информация о том, что у этих людей, которые здесь взимают деньги за рыбалку с рыбаков, есть какие-то документы с мокрыми печатями, подписанные и выданы именно лесничным хозяйством, лесхозам Одессы. Вот эти вопросы я хочу сегодня узнать и задать Виктору Аркадьевичу Дунаевскому, начальнику. На каком основании снимается плата на Днестре уж с рыбаков, когда есть 322 приказ, вернее, не приказ, а закон президента Украины Зеленского, который запрещает напрямую это делать? СМАС, 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 Средневетство. Я вот вижу, там вот стоят рыбаки, я вот подошел к ним сейчас и спросил. 300 гривен за помост, сняли с рыбаков. Да, да. Да. И что, банк тогда ограничивает доступ к водным ресурсам? Я говорю о бесплатной рыбалке, вы понимаете разницу? Бесплатная рыбалка, здесь никто не берет деньги за рыбалку. А за что же вы берете деньги? За помост 300 гривен, вон ребята сказали. Конкретно. Что такое помост, что такое помост? Это сооружение, да? Ну какое-то сооружение, наверное, да. Это сооружение, он, наверное, соорудил. Ну точно не вы. Вы знаете, в каких целях это можно сооружать, да? Я примерно представляю, что эти помосты, эти помосты на реке, во-первых, незаконны, раз, потому как у вас нет никаких разрешительных документов, чтобы их ставить, это два. И в-третьих, рыбалка с них также бесплатна, бесплатна, потому что это водоем общего пользования. Так, по поводу водоема никто ничего не говорит. Помост это что? Это сооружение, это какая-то конструкция предназначена для улучшения. От рекреационных условий, да? Допустим. Есть такое, да. Допустим. Есть. Вы можете не записывать наш разговор, потому что я тоже вам запрещаю это сделать. Ну почему это, почему это я, я вас не снимаю, не видно кто это делает. Я прошу вас выключить запись в том числе. Почему это? А? Нет, я не буду выключать запись. А? Не буду. Ну, я запрещаю вам тогда проводить аудио-визуальную фиксацию нашего разговора. Почему это? Вам я задаю неудобные вопросы. Я вам задаю неудобные вопросы. Потому что вы здесь снимаете деньги с рыбаков, с теми пацанов, которые тут, блин, или дедушек. К вам кто-то обращался? Да, обращались. А где ваше обращение? К вам обращались люди? Да, которые жалуются о том, что здесь вы гребете бабло без людей. Понимаете? Вот это, да. Гребете бабло без людей. Да, есть какие-то доказательства. Да, вот я сейчас подойду. Вот там рыбаки стоят. Я сейчас подойду, ткну в камеру. Они скажут, что вот здесь 300 гривен за помост вы взяли. Николай конкретно. Смотрите, пока что единственный человек, который об этом говорил, здесь это вы. Идемте вместе, я вам покажу. Идемте. Ну, чтобы вы тоже узнали, что-то так и есть. Ну, хорошо. Идемте. Давайте подойдем. Мы это вот у них узнаем. Они вам жаловались, они чем-то недовольны. Причем здесь жаловались недовольны? Вы не имеете права брать деньги изначально. Деньги берутся за услугу. Берутся не за... На основании чего услуги? У вас что, какая-то коммерческая деятельность здесь? Во-первых, этот участок находится в пользовании у Николая. Николай является... У какого Николая? У меня. У вас в пользовании он стоит? В пользовании. Вы коммерсант... Согласны ли от лесового КВДК? То есть вы знаете, что есть определенная документация, которую вы даете... Вы сотрудник лесхоза? Нет. Вы коммерческий... Я частный предприниматель. Я частный предприниматель. У вас есть лицензия какая-то? Что вы здесь делаете? На аренду. На аренду? Вот этого места? На аренду. Да серьезно? Если есть, я к вам вообще... Вообще претензий нет. Если у вас есть аренда вот этого места... Нету аренды. Нету. Ну, нету аренды. Не аренда, может быть, как-то ошибаются. Но у меня есть... Право... Не надо, пожалуйста. Пользоваться. Право пользования. Право пользования и регуляционные действия мы проводим. Ну, покажите документы. Покажите документы, чтобы... Вы можете запросить письменную информацию? Вы же общественная организация, вы можете обратиться в принципе... Хорошо, а кому я должен? Скажите, кому обратился, я оброшу. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию, имя, отчество. И тут вообще проблем нет. Лесовой квиток. Что такое лесовой квиток? Можно я сюда? Савель, вам непонятно содержание документа? Ну, пока... Пока да. Я хотел, чтобы сюда приехал начальник лесхоза и объяснил, что такое лесовый квиток. Вызывайте. Я его уже вызвал. А, ну, хорошо. Когда он был? Так, что тут? Номер делянки 2, площадь 14 гектаров, дозволен оптик выкрестания гектары, количество 1, цена вымеру, загальная сумма 7 791 гривен. Ослабливые условия дотримоваться пожежных заходов. Срок коррестования 19 травня 31 грудня 2020 года. Лесовый квиток. Просто непонятно, какое право дает лесовый квиток? Ну, для чего? Какое дает право? Ну, рекреационное действие этого места для упорядочения и порядка наведения за чистотой. Давайте не... То есть вы должны тут... Я просто сейчас волнуюсь. Не, 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 не. Я не могу правильно сказать. Давайте я вам немного объясню. Да, вы можете объяснить. А вы кто? Извините, вы кто? Меня зовут Иван. Я могу вам объяснить? Я могу вам объяснить, что такое левый квиток. Да, просто левый квиток. Вы не знаете. Не знаю, нет. У нас есть приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Наказ от 14 серпня 2012 года за номером 502. Про подтверждение правил использования полезных властей лесов. В указанном наказе в пункте 1.6 зазначено, что использование полезных властей лесов на умовах короткоснепрохового тимчасового использования здействуется на основе левого квитка, который вы держите в ваших руках. Зразумево вам? Да. Зразумево. Вот. Хрестование лесами. Хрестование лесами. Так, так, да. Хорошо. То есть это что, вырубка лесов или что это? Это уборка там кустов каких-то, правильно? Вы теперь послушайте, вам полностью прочитать весь этот приказ, да? Или вы сможете с ним ознакомиться? Я ознакомлю с ним. Ознакомьтесь, пожалуйста. Да, да. Так, дальше что там? На эту территорию. На эту территорию. Квитанция. Так. Что это? Выкипировка. С материалов для сопротивления 13-го додесский лесгосп, делянка, надана для культурно-оздоровщей рекреации целей на площади. Один гектар. Один гектар, да? Да. Вот это, да? Как это понять, что мы здесь находимся? Как понять, что мы находимся не здесь? Ну, можно, например, какие-то там столбы, что-то как-то привязать к местности. Это та документация, которую... А, 31-40, вот это. Вот поэтому можно определиться, что мы здесь, правильно? Да. Вы же я так понимаю. Выкинув шушман. О, отлично. Да. Хорошо. Добро. Все? Или что-то еще? Что? Ну, конечно, особо подприемец, что... Да. Покажите. Нажите. А что ты поменешь? Ну, ничего, ничего, я по-нормальному. Ну, вот, указано, что здесь я могу проводить на данный начало. Правильно? Это классификатор экономической деятельности. Так. Ну, смотрим. Организация видов выпочинку и разваг. Организация. Хорошо. Организация. Сбирание продуктов. Непонятно. Не нужно это нам. Ну, вернее, не касается к рыбалке. Прокат товаров. Ну, может, там удочки какие-то. Хорошо. Выравнивство инших. Так. Это не то. Ландшафтные пустуги. На данный месте с кемпингами, стоянками для жиловых автофругомов. Оптовая. На данный момент в аренду и эксплуатации властных майнах. Лесництво. Непонятно на чем. Оптовая торговля. Выращивание культур. На данный момент в аренду инших машин. Формование каких-то парков. Допомежная деятельность в Росстанции. На данный момент. Ну. Но тут про рыбалку ничего нет. А у нас рыбалка тут и не проводится. Ну, так. Если человек приходит, приходит человек. Это право человека. Для человека здесь организовываться досуг. И потому что они по поводу пользуются. Деньги берут за услуги помоста. За услуги помоста. Здесь облагородили это все. А вот обустроили только за эти услуги берутся деньги. Для того, чтобы организовывать здесь благоустройство. Вы видите, здесь скошенный камыш. Видите? Вот посмотрите. Вы выйдете на помосте. Мы уже не включали. С вашим интернет-блогом. Вы видите? Где-то послеженные камыши. Кроме вот этой. Не вот местности. Видите? Провод. Проводится облагораживание. Траты какие-либо за это несутся? Несутся. Да. То есть для этого нужно топливо. Плюс здесь многие очень люди пользовались этой зоной как свалкой. Ту свалку не убрали ваши предшественники, понимаете? Нет, никому не убирал. На той неделе я лично заказал зиму с лескозом. И мы убрали мусор. Еще раз. Что? Я слышал. Вот видите, вот здесь. Видимо, вот это шло пенецом. Вот это вывозят. Это убирают. Есть соответствующие видео. Если хотите, его могут вам предоставить. О том, как отсюда вывозят мусор. И благоустраивают такие вот территории. Вам же кто-то жалуется, да? Да, конечно, жалуются. Рыбаки. Ваша же окончательная цель. Вот какая здесь? Какая здесь? Разобраться. 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 Контролирующий орган. Разобраться, кто здесь нарушает законодательство Украины. Какое? Я вижу здесь нарушение закона Украины номер 233. От какого года? От 2019. Зеленский подписал закон. Поэтому вот вы... Закон номер какой еще раз? 233. Так. 233. Угу. Да, от... От какого... А вы тыкайте и сразу у вас получится. У вас сразу тыкнете и сразу получится. Да. Да. Давайте откажем. О свободном доступе к водоемам. Да, да, да. Вот он номер. Какую норму вам кажется, что этого закона здесь кто-либо нарушил? Во-первых, там стоят ворота на входе. Да, да, да. Какую норму доступа к водоемам? Доступ к водоемам вам как необходим? Вы хотите заезжать через ворота на чем-то? Я хочу, чтобы ворот не было. А чем они вам мешают доступу к водоему? Вот идем... Ворота закрыты. Значит, идем, идем, идем. Идем, я вам просто покажу, чтобы вы понимали. Если вы не знаете, как проходить... Я знаю, как проходить. Видите, вы же прошли сюда... Конечно. Как-то вас кто-то ограничил в доступе? Кто-то вас в данный момент ограничивает в доступе к водоему? Ворота ограничивают. Каким образом? Вы же сюда прошли? Вы же в данный момент находитесь на этой... Я же не должен перелазить через ваши таблички, понимаете? А зачем? Вот есть дорога нормальная. Вот она дорога. Она должна быть открыта для людей. Так она открыта. Ворота перекрывают въезд автомобилей, которые сюда заезжали и сбрасывали здесь мусор. Возможно такое, да? Такой вариант. Возможно любые варианты. Но ворота не должны стоять. Где это указано? Вы узнаете сначала, что я установил ворота. Я просто вам рекомендую. Устанавливал ворота не Николай, а ворота установлены лесхозом. Серьезно? Это для меня новость. Да? Да. Ну так вот, если вы как общественник обратитесь куда-либо с запросом... Обязательно. В разочек. Обязательно. Я думаю, вам ответят. Обязательно. Я же не должен тут перелазить через эти таблички, правильно? В смысле перелазить? Вон есть проход. Что вот есть проход? Вот проход есть. Вы способны здесь пройти, да? Так а почему ворота закрыты? Ваша способность пройти ограничивается? Смотрите, и возвращаемся обратно. В Россию. Идем к подъему, да? Идем? Давайте подойдем к ребятам. Давайте подойдем к подъему. Вот подойдем. То, что к подъему у вас есть. Идемте, подойдем, чтобы вы с вами... Ой, лично услышали, что скажут ребята. Чтобы не выдумали, что я что-то придумал, выдумал, блин, и так далее. Ребят, скажите, пожалуйста, сколько вы денег заплатили и за что? За помост. За помост? Сколько денег? Разрешение спросить у человека сначала. Сколько денег заплатили? 300 гривен. 300 гривен. Здесь подтверждающие документы. Спросите. По оплате? Да. Это вопрос. Интересный вопрос, да. Есть подтверждающие документы? Да. Можно посмотреть? Не, родина. Открывайте в ютубе. Все для клево. Все для клево. Все для клево? Да. Можно? Вот такой чек дают. В принципе, все, что я хотел, я узнал, увидел. Я это видео выложу на ютуб-канал и покажу своим подписчикам, покажу начальнику лесхоза и обязательно у него спрошу его мнение по поводу того, что здесь проходится и правильно ли то, что вы занимаетесь коммерческой деятельностью и берете деньги за рыбалку. Рыбалку. За рыбалку. Никто с деньги не берет. Еще раз. За рыбалку, за лошади рыбалки никто с деньги не берет. Хорошо, давайте так конкретнее. За нахождение на помостах. Я правильно понимаю? За аренду майна. Да. За аренду майна. Это за коррестувание майном. Якое обладнано в рекреативных целях, согласно приказу, которого я вам ранее сказал. Если вы все изучите и тоже доведете до ваших подписчиков содержание наказа Министерства аграрной политики и продовольства Украины, номер 502, 14 серпня 2012 года. Обязательно посмотрим. Ну, я не сомневаюсь. Продолжение следует.